Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я предлагаю приготовить инжировое варенье. Я купила инжир двух сортов. Тут у меня такой темненький мой, мы их называем красный сорт инжира. Это почему-то называется белый сорт, хотя это зелёный инжир. И естественно я для них буду готовить для каждого отдельно сахарный сироп. Для приготовления сиропа нужно взять на килограмм инжира килограмм сахара. У меня тут 1,6 кг вот такого красного инжира. Я естественно возьму 1,6 кг сахара и 250 мл воды. Смотрите, чтобы они у вас не помялись, нужно взять большую посуду. То есть таз, в котором вы будете варить варенье, должно быть намного больше и поля шире должны быть. Чтобы варенье тут спокойно не нужно, чтобы они тут так друг на друга кучей были. Они у вас 100% помнутся. У вас получается не варенье, а в лучшем случае инжирный конфитюр. Поэтому возьмите побольше. У меня тут 1,6 кг вот такого зелёного инжира. Я, смотрите, какой большой таз взяла для этого. У меня пачка тут килограммовая. Я взяла 1,8 кг сахара. Пусть немножко сиропа будет больше. Ещё один момент. Чтобы у вас варенье получилось хорошее, то есть инжир у вас остался цельным, не развалился, нужно, чтобы вот в этой части, смотрите, они у вас были вот такие цельные, не треснутые. Я сейчас вам покажу, о чём речь. Смотрите, вот они. Вот этот инжир 100% развалится. Залю водой и поставлю на плиту до прозрачного цвета. Сироп начал кипеть. Я выключаю плиту и таким же образом готовлю сироп для другого инжира. Так, ну и сироп уже готов. Теперь, что нужно делать? Каждый инжир нужно проколоть вилкой в 3-4 местах. Даже в 5, если большой инжир. И опускаем его в сироп. Вот так нужно проколоть в 4-5 местах. И так делаем со всеми. С красным инжиром тоже самое я сделала. Проколола все. Так, оставлю инжир в сиропе 4-5 часов, пока инжир выпустит сок. Тут немножко сироп засахарился. Вы не переживайте. Это так и должно быть. Пока инжир выпустит сок, сироп уже приобретет нужную консистенцию. В этом ничего страшного нет. Вот так мы оставляем. Таким образом, сахар помогает инжиру сохранить форму. Вот через эти дырочки пропитается внутрь инжира. И инжир сохранит таким образом свою форму. Инжиры очень хорошо выпустили сок. Поставила на плиту на медленный огонь. Буду варить минут 10. И уберу его в сторону до полного остывания. И на следующий день буду варить уже до готовности. Так, а вот этот темный инжир я уже варила 10 минут. Так выглядит. И я на следующий день, опять же, буду варить, но уже до готовности. Так, вот так выглядит мое варенье после первого дня. Вот по густоте. Я поставила на плиту. Буду варить уже сегодня. До готовности. Вот как закипит, нужно добавлять лимонную кислоту или лимонный сок. Это делается для того, чтобы варенье не засахарилось. Варенье у меня начало кипеть. Я немножко убавила огонь. И добавляю сюда лимонный сок. Тут это 1 третья часть среднего лимона. Так, тут на поверхности вот такие семена, вот эти мелкие, появляются. Их нужно по мере возможности снимать. Так, вот так аналогичным методом я варю другое варенье. Добавила лимонный сок. И буду варить до готовности. Так, вот эту партию тоже я уже варила. Оно уже готово. Правда, когда вот так смотришь, пока сок еще жидкий. Ну, не как варенье выглядит. Но когда остынет, и сок загустеет. Так оставлю я до полного остывания. И потом перелю в банки. Банки у меня готовы, стерили зубы. Мои варенья уже готовы. И это, и то. Как вы видите, тут по цвету они почти одинаковые. По структуре, смотрите, как мед. Видите? Смотрите, я хочу вам показать, как они выглядят уже в готовом виде. Видите, четкая форма держится. Вот так вот. И вот это. И сок. Смотрите. Остается от ложки след на пару секунд. Значит, уже варенье готово. Мое инжировое варенье уже готово. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 3,7 кг варенья. Такое варенье очень вкусно с чаем, с кофе. Готовьте. Думаю, что вам тоже понравится. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем приятного чаепития. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok